Празднование 216 дня рождения Буденновска Более сотни горожан праздничное утро решили посвятить спорту. Участники были разделены на несколько возрастных групп. Дистанция в 2,5 километра не пугала даже самых взрослых легкоатлетов. Как я пенсионер, мне за 60, я решил, что тоже должен пробежаться, чтобы здоровье свое укрепить, то, что обязательно нужно. И очень приятно просто побыть с молодежью в одном строю. Известное выражение «новичкам везет» подтвердил Дмитрий Афанасьев. Он в первый раз участвовал в массовом забеге и стал победителем в старшей возрастной группе. Лишний старт никогда не помешает. Это принцип любого спортсмена. Лучше плохая тренировка, чем никакой. А пока в одной части города ставили спортивные рекорды, в другой закупали продукты для праздничного стола. Мне дайте две гречки, два овса и масло растительное. Крупы, овощи и фрукты, растительное масло, мед, выпечку можно было приобрести на праздничной ярмарке по сниженным ценам. Сегодня мы купили помидоры по очень доступной цене. Прекрасные помидоры. Мы очень рады этой покупке. В продаже у нас плодовощная продукция и бакалея. Производители у нас как города Буденновска и Буденновского района, так и соседних районов. Советского района, Георгиевского района. И ярмарка проходит у нас успешно. Люди приходят, люди товариваются. Цены у нас ниже рыночных цен. По соседству сельскохозяйственной ярмаркой расположилась выставка декоративно-прикладного и художественного творчества «Буденновский арбат». Картины, вышитые лентами, композиции из бисера, вязанные игрушки, авиа и судомодели. Все это работы посетителей социально-оздоровительного отделения соцобслуживания населения, воспитанников дома детского творчества, художественной школы, студии философии цвета, городской станции юных техников. В среднем уходит время на постройку этой модели около полтора-двух лет. Каждую деталь мы делаем сами, вручную, на станке. Ничего здесь купленного нет. Из купленного здесь только мотор и аккумулятор. Она выступает на соревнованиях, мы занимаем призовые места. Она чемпион России, чемпион Старопольского края. Руководители творческих кружков за свой труд получили благодарственные письма, которые вручил им глава администрации «Буденновска» Валерий Шевченко. Хотим вас попоздравить с праздником, с днём города. Поблагодарить их за то, что духовность вы сеете, горожанам, молодежи, нашим детям, внукам. Из-за этого вам огромное спасибо. И дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Для самого юного поколения буденовцев в субботний день была отведена отдельная площадка. На праздники семейного отдыха в сквере «Улыбка» устроили детскую театрализованную программу «Дог-шоу» и «Шарик-шоу» с выставками и мастер-классом. У каждого из нас с вами есть день рождения, который мы ждём, потому что к нам приходят в гости наши любимые, родные и близкие, поздравляют нас. И сегодня наш общий день рождения – это день рождения нашего города, в котором мы сегодня вместе 16 лет. Мы каждый раз приходим на праздники города. Нам очень весело. Мне очень нравятся мероприятия, которые проходят в городе. Порадовал и праздничный фестиваль национальных культур. Казаки и представители армянской и дагестанской диаспор подготовили для горожан концертные программы с песнями и танцами. Не ходил бы пиво нёгова солдаты. Не ходил бы пиво нёгова солдаты. На месте устоять невозможно, когда слышат ума нюху. И к тому же день солнечный предлагает к тому, чтобы станцевать. Можем поделиться своей культурой, можем перенять что-то из другой культуры. Предлагалось горожанам отведать и блюда национальной кухни. Праздничные мероприятия, посвященные дню рождения города, посетили тысячи буденовцев. Любимый родной город, он самый лучший, самый прекрасный. Ну, а если реально оценивать, конечно, состояние наших населённых пунктов, то Буденовск, ну, вы знаете, настолько в выигрышном положении с остальными соседями, настолько он выглядит компактно, красиво, чисто. Да, можно, мы где-то немножко отстаём от Ставрополя, это краевая столица. От Пятигорска, это всё-таки столица СКФО. Но наш город, мне кажется, самый лучший, самый прекрасный. Видел много счастливых лиц, вообще все очень сильно наслаждаются. Всё вообще супер, всем всё нравится. Блин, бомба, вообще настроение очень праздничное. Мы весёл очень. Я не думала, что так будет. Мы так с подружкой первый раз приехали на день города с утра. Понравилось? Да, мне очень понравилось. Большой танцевальный флэш-моб, душевные песни и зажигательные танцы предложили зрителям организаторы праздника. В своей 216-й годовщине город стал одним из самых перспективных промышленных, культурных и спортивных центров Ставрополя. С мощным производственным, интеллектуальным и творческим потенциалом. Я уверен, у Буденовска прекрасное будущее. Свой профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. Мы уже много лет отмечаем вместе с Днём города. Я считаю, не считая уверен, что это абсолютно правильно, потому что это наш общий праздник. Безусловно, самым ожидаемым моментом стало выступление Аниты Цой. Знаменитые песни «Береги меня, мама» пел весь стадион. «Он в этом городе пахнет тобой, есть ты, значит мне, но он в этом городе есть, что тебя». Всех вас, дорогие друзья, от всех Буденовцев, я не делю коллектив, Ставролен, Буденовцев, это неразделимо. От всех вас поблагодарить Аниту, её великолепный коллектив с этим замечательным концертом. И к нашим календарным двум праздникам, наш профессиональный праздник, День города, Анита, вы нам в душу вложили праздник. Души огромное вам за это спасибо. А завершил субботние торжества праздничный фейерверк. Татьяна Шевцова, Антон Микоев, Александр Приходько, Ставропольское телевидение, Буденовск. Субтитры подогнал «Симон»